Продолжаем наш выпуск. В селе Тельвиска продолжается активное благоустройство территории. В ближайшее время муниципальные власти планируют закончить оформление прогулочной зоны и установку мусорных баков. А к юбилею Победы открыть новый монумент. Начали благоустройство села с названия улиц. Ещё несколько месяцев назад в Тельвиске не было названий улиц. Адрес был незатейливым, лишь номер дома. Причём найти нужные могли только знающие люди. Кости села запутанную нумерацию понимали с трудом. Сегодня на карте 14 улиц и переулков. Название придумывали всей Тельвиской. Также всем селом решали, каким будет новый памятник, павшим в годы Великой Отечественной. Старому исполнилось почти 40. За это время северная природа его изрядно потрепала. Бетон уже крошится, и ремонт становится слишком затратным. Памятник будет изготовлен из металла. Это металл металлический и окрашен специальной краской, которая гарантийный срок достаточно большой, больше 10 лет. Думаю, что нам этого хватит надолго, чтобы без реконструкции производить. Также будут с боков стелы установлены постаменты, и на постаментах установлены уже плиты, гранитные плиты, где будут выкравированы имена павших. Новый памятник выполнят в виде трёхметровой стелы. Рядом с ним разместят гранитные плиты с именами погибших земляков. Территорию возле памятника также оборудуют. Новый монумент появится на улице Центральной уже к 70-летию Победы. В рамках благоустройства села в Тельвиске установят два информационных стенда, а также оборудуют площадки для мусорных контейнеров. Будет определён подрядчик. То есть, если подрядчик мы сможем определить, то выйдет либо индивидуальный предприниматель, либо юрлицо на данные работы. То к концу года, точнее уже даже к концу сентября, эти площадки будут установлены. Их будет 8 штук. К наступлению полярной ночи порадуют и телевисочных спортсменов. Теперь трасса будет пригодна для занятий лыжным бегом и скандинавской ходьбой в темноте. В ближайшее время закончатся работы по установке функционального освещения в лесопарковой зоне. Пор 19 штук, протяжённость 619 метров, выполнено СИПом, самым несущим изолированным проводом. Всё современное оборудование, всё монтаж. Позже в районе прогулочной зоны появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс и школа на 100 мест с универсальным игровым залом. Строительство последней начнут уже в этом году. Екатерина Гончарова, Сергей Качегов, Телеканал Север.